Райский уголок Борисович, я снимаю фильм заодно Борисович мне в свое время подарил книгу свою Теперь пришла моя очередь Я не привык быть долгом Борисович, вот это вот Сейчас пусть все видят, что это за книга Я жду от вас потом это Поздравляю Спасибо, вот Конечно, лучше бы она была во всех библиотеках Так же, как ваша Но мы с вами У меня вот такие же Да, да, да Кстати, можно я покажу людям? Пользуюсь случаем Так, смотрим Сады Саян Борис Боднар Ну что я скажу? Ну что я скажу? Это история нашего общества Понятно Не просто общество Я называю Черемушки центром садоводства всей Сибири И было лучшие времена в лидерство всей России Вот, а во главе кто? Как я вас называю? Вы не только, пожалуйста, не возвышайтесь Лучший садовод, любитель Советского Союза Я в интернете залез, посмотрел Там вообще меня нет Ну, фильм про вас я снял За свою жизнь в книгах В этих, это самое В интернете В журналах, в фильмах моих Я раз в то вас упоминал В общем, все, все, все есть Кроме меня Ну, я что могу Нигде нет меня Как будто отсутствует Во-первых, это не так Нету в интернете денег Я проверю У меня впереди вебинар Впереди вебинар Я кроме этого фильма Еще наснимаю снимков Значит так Как называется этот сорт абрикосов? Боднера нигде нет Как называется? Ну, вы думаете, мне не обидно? Как называют сорт абрикосов вот этих? Я брал, как Петр Великий У кого? Вот У кого? По-моему, в Железову Валерию Константиновичу По-моему, тоже Ну, дело в чем? Вот Ну, а что? Я хочу сразу заметить В прошлом году Я на рынок вышел Не стоял Два ведра Я вышел, поставил Подошли, забрали А в этом году Вот Вот такое Так Я там еще покажу абрикос Откуда он будет крупный Если ветки В верхние ветки Землю достают От веса урожая Да Нет, тут другое Вы на что прививали? Мы же садоводы Давайте разбираться На что прививали? Вот На что прививали? А это самое На жердель Вот, вот Наверное, как жердель А у меня еще Мельче Получились Вот смотрите Я хочу, чтобы люди Поняли суть спора Когда вы приехали ко мне Лет 10-20 назад Я не помню Близко Так Я похвастался Что я был На Украине Или в Украине Как правильно Вот Юг Украины Херсонская область Береславский район Село Змеевка Там В гостях Меня угощали Этим абрикосом Значит Поставили на стол Я поставил на стол Бутылку водки А они поставили на стол Трехлитровую банку Когда я увидел Какие там огромные плоды Значит Я говорю Какие персики здоровые Они говорят Это не персики А абрикосы Я давай Выковыривать вилкой А они не пролазят обратно На волю Я говорю Ух какие крупные Они говорят Это что Полурожая вообще Не зашло в банку Трехлитровая банка Да Вот эти ветки Клянусь богом Это Это самое А потом вспоминайте Приехали ребята На мотоциклах Сожгли к чертовой матери Пятигектарный сад Вы в курсе же Вот Это так было А потом друг В прошлом году Я у вас был последний раз Я говорю Что у вас Какие сорты абрикосы Вы говорите Петр Великий У меня глаза На лоб Как Сохранили мой сорт Показали Что они вот такие Было Вот И тогда я В прошлом году Спасибо огромное Я приехал поблагодарить От вас Мне По моей просьбе Привезли веточку Этого же Но Уже нам не видать Как я понял Я тоже успел получить урожай Не видать нам Этих огромных плодов Пока у нас Подвои эти Зараза Дикие подвои Так нет Дело По абрикосам В основном Там же У меня Конек черешня Так Вот И К концу жизни Дошло до меня Что сделал ошибку Так Ну-ка Ну-ка Потому что у меня Плоды У меня же черешня Это самое Больше половины Деревьев Семенные Так Корни собственные Так Это я Развонил Тоже В всей стране Дальше А Ошибка в том Что нельзя Нельзя Это самое В одной семье Ждать В следующем поколении Что-то лучшее Обязательно Надо со стороны Вливание Так К другой крови Почему В человеческом сообществе Сообразили Что Брат На сестре Не должен Жениться Это самое Папа На дочери Или мама С сыном Идет Идет Вырождение Это еще В Вавилоне Заметили Это Это в Библии Это самое Сказано А при чем Тут вот эти Вот Супер Не Я не за абрикосы Я имею в виду За черешню А Вот И У меня Ну я фотоаппарат Не взял Это самое С 11 грамм Плоды У меня есть Так С 11 грамм Докатился До 1,8 грамма Да Ну у меня Ваши Восьмиграммовые Приличные Ваши черешни Ну я то ваши Потом привил На эти На вишни Сибирские Штамбовые Я их так называю Ну на дикаря У меня получилось 8 грамм Ну вполне прилично Самое главное А главное Вкус то сохранили Полностью черешни Я не знаю Сейчас Пойду Может Хочу Ой-ой-ой Это Вертолет Нужен Это Борисович Я же вас Волшебником Называл Пусть все Видят Я сейчас Приближу Эту картинку Да Господи Я сейчас Только заметил Опять Вырастили Вы то 15-метровое дерево Спилили Ну вот как Урожай Собирать Да вот как Давай Продолжение Да Почему птицы Не едят У меня птицы Съедают Все Дапрочь Ё-моё Это же Ой Да Вот это Шапка Сейчас Упала бы Если бы я был Был в шапке Так Что у меня есть Это самое Больше Вот Спросом Вот это Пользуется Вот 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 И отсюда Может пройдем Как ноги Если походим Как ноги ваши Ну это желтая драгана Нет Я отсюда Мы не видим Вот Или я один Подойду Вы посидите Я один Подойду Ну отсюда Не видно Ни мне Ни людям Сейчас Пошли Нет У вас ноги Давайте я Это Сам найду Сюда Выходи Сюда Вот сюда Да 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 Борис Борис Я сам Я тут Не в первый раз Да у вас Упадете Ну Сядьте Обратно Ну Нельзя так Ну Нельзя так Сядьте Обратно Ну Упасть Опасно Можно Ноги Переломать Тем более В этих Горах Вот Смотри Начинаем Вот Она Так Сейчас Минуточку Не видно Из-за солнца Светит Глаза Вижу Черешню Вижу Не красную Не желтую Что-то Среднее Так Показываю Крупные Ближний план Вот Это Раз Так Вот Это У нас Ерга Нас Не интересует Так Значит Еще раз Ну Вот Она Еще раз Посмотрим На эту Красоту Вот Посмотрим Ближний план Господи Ведь Это же Невозможно Достать Вот Она Стремянка Кто-то До середины Залез Дальше Бесполезно Такое Богатство Пропадает Боже Мой Да Вот Она Тоже Так Вот Это Черешня Но Это Не Желтая Драгана Вот Еще Одна Так Где Желтая Драгана У меня Это Ваша Черешня Прожила Лет 12 Телевидение Снимала Вы ее назвали Желтая Драгана Тот Саженец От вас Погиб А веточки Я Одна пошла Телевидение Угощал 12 лет назад В прошлом году Умерла Все Опять Веточку Собирался Взять С нее И я Нашел Вашу Эту Знаете Тут есть у вас Земляк Ваш Фамилию Не знаю Очень Не знаю Имени Я знаю Мы его называем Пианист А нет Имя Что-то знаю Валерий Владимирович Не знакомо У него Желтая Есть Наверняка Ваша Столько Лет Это Самое Это Я-то Занимаюсь 72 Года Вот А Мужики В общем Кручок Изербель Черемушки 99% Мои Черешни 100 Потому что Некоторые Это Канщиной Мои Владимировны С Брянска Знаю Выписывают Ну так Сколько тут Человек Человек 12 Где-то У нее Черешни Брали Вот А мои Черешни Начиная От Ленинграда И до Дальнего Востока С Владивостока Женщина Одна Молодец Настырная Я ей 8 штук Отправил И она Сообщила Что Все Прижились Это Самое Здорово А в Владивосток Там Климат Почти Как и у нас Сырой Теплый Да У вас Рядом Латины Рядом Водохранилище Оттуда Тучки Дождевые Набегают По-моему Вообще Не поливаете По-моему В этом году В прошлом году У меня Белая 100% 99% Сгнило В прошлом году Сплошные Дожди В этом году Где-то Процентов 60% Сгнило Вот Там По-моему Одна Из Гибридов Так будем Говорить Которая Воду Совсем Не переносит А В Черемуш За 51 Год Я ни разу Не помню А то самое Засухи Да Зато Влаги Хватает Так Тут Больше Нечего Смотреть Посмотрим Это самое Вот Саженец Покажу Красавец Какой Но он В тени Ему Тут Ловить Нечего Так Сюда Да вы Туда Не ходите Тупать Можно По вашим Горам Да Так Так А Есть Можно Похвастаться Ну-ка Ну-ка Я вижу Так Я вижу Черную Какую-то Черешню Дети Смеются Надо мной Это же Черная Какая-то Вот Темно-красная Вот Мое Достижение Попробуй Так Сейчас Доберемся До нее Не Ну Это уже Как бы Переспело Она Самая крупная А уже все Переспело Она Превратилась В Желе Вот Туда Бы Достать Я Попробую Достать Я Даже Фанатик Такой Как И Вы Такой Как И Вы А Вот Она Желтая Вот Она Вот Она А теперь Не хватает Мне 20 Сантиметров Попробую Черную Ну В принципе Я и так Знаю Какой Вкус Я С Украиной Родом В общем Я увидел Что Черную Практически Черную Раз Вот Желтую Драгану Вашу Вот эту Красавицу И вот Это Огромное Дерево Все Задокументировано Здесь Знаете Самое главное Хочу сказать Вот Это Сибирь Вот Здесь Вот Возле Вашей Калитки Должна Стоять Очередь Из машин С Государственными Мирами Так Должны Вам Предложить 10 миллионов Долларов За то Что Вы Откажете От Этого Сада В пользу Науки Сын Хотел Ее Убрать Здрасте А Ну Да Я Его Перехватил Я Говорю Остав Для Этого Для Эксклюзива Ага Только Науке Что-то Эксклюзив Даром Не Нужен Вот Что Мне Обидно Ну Куда Вы Полезли Еще На Карачках Ну Тихонько Тихонько Свяжешься С фанатиком Да Нет Там Не Достать Ничего Ну Я Быв Сам Тогда Достал Ну Борис Я Таких Сейчас Разглядим Попробуй Я Таких Черных Отроды Не Видел Даже На Украине У У У Какой-то Вкус Особый На Что Вы Его Привили Это Прививка Или Сеяниц А Это Сеяниц А Я Ж Говорю О Чем Ведем Разговор Что Память Предков Переопиление Это Где-то Вже Шестое Поколение Вот Вот Самое У Меня Это Я Последнее Время Съездил Это Самое С Крима Привезли Черешню Регина Чтобы Влить Другую Кров В В В Этой Семье Так Борис Сейчас Давайте Так У меня Все равно Сейчас Остановится Запись Такая Система Вот Я Сейчас Остановлю Мы Вернемся К Столику Сядем Поговорим Дальше Буду Снимать Мне Все равно Надо Переводелать Она Сама Отключит В Любую Секунду Сначала Почему Я Это Делаю Я Съемку Делаю И Спрашиваю Вас Уважаемый Борис Почему Вас Переросли Вот Абрикосы На Некоторых Уже Сейчас Покажу Даже Плоды Висят И Они Не Проданы И Оставлять Нельзя О Дожили А Теперь Попробуйте Рассказать Мне Как Это Случилось Дама Заказала Оптом Это Самое Чуть Не Упал Тоже После Операции Вот Уму Я С Палкой Ходил Дама Заказала Оптом Забирает Все С Красноярска Приезжает Я Я не стал Продавать Даже Местным Местным Нашим На Меня Обиделись Я Пообещал И Слово Держу Она Приехала Потом Звонит Ой Извините Меня Изменили Совстоятельства Борис Я Остался При Своих Старый Волк Вы Могли Предоплату Потребовать Если Я С Ей Как С Вами Договаюсь Это Раз А Это Через Дочь Я Дочери Поверил Дочь Довольно Серьезная Дама Это Самая Я Все Положился На Дочь Ну И Все Теперь Куда Топор Ну Это Теперь Все Да Нет Давайте Так Я Звоню На Телевидение Рассказываем Эту Проблему О Вас Коротко Надо Ехать Надо Снять Хороший Сюжет О Прошлом Потому Что У вас Богатая Биография И Богатый Опыт О Будущем Они Под Топор Пойдут Вот И Попрошу Чтобы приехали Делали Съемку Я Дружу И с Абаканцами И с Абаканцами Это 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 Сам Я Я Могу И Краснояцев Пригласить Старой Связи Фамилию Я Не Буду А Ладно Дождь Подводить Не Да Все Понятно Ладно Раз уж Мы Тут Для Полны Картины Вы Спускаетесь Я Поднимаю Еще Раз Это Были Фото А Это Съемка Я Сейчас Еще Покажу Что Такое Супер Урожай Все Спускайтесь Вы Мне Будете Мешать Так Друзья Как Она Была В Разговоре Как Откуда Получится 100 Граммов Или 150 Грамм При Таких Урожаях Завел Борис Боднар Сам Еле Дошел Меня Притащил Сюда Ну Посмотрим На Супер Урожай Давайте 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 Господи Сколько Здесь Добра Пропадает Вот Давайте Дальше Не пойду Самого здоровья Нет Итак Это при том Что часть Уже Упала Вот Полюбовались Вот так Значит Не голословно Что-то По пути Еще Снять Опять Черешня Опять Черешня Вот Причем С плодами Достать Практически Невозможно Вот Опять Черешня Но Она уже Отплодоносила Часть Питомника Так Уже Пользуясь Случаем Что Догреб До сюда Покажу Все Что вижу Так Это Наверное Орех Надо будет Спросить А вдруг Грецкий Вот А нет Так Маньчжурский Что тоже Неплохо Вот Яблоко Яблоня Сорт Сходу Не скажу На Этапе Созревания Плодов Так Пойдем Дальше Идем Идем Я начну По-крупному Сперва Красноярск Звоню Не приедут Причем Быстро Надо ехать Пока Не все Упало Потом Абакан Потом Саяногорск Ну что Заканчиваем Съемку Это Надо было 15-20 Июня Борисович Я же Как Любой Эгоист 2-3 Канала Позвал К себе И Оказывается А раньше Они у меня Ночевали Дневали Красноярцы Кемеровцы Все Даже Вы поверите С Москвы Телеканал Культура Приезжал Все Лавочка Закрылась Больше Содоводства Никому Не надо Все Забито Импортной Продукцией Сказать Вам На это Как Специалисту Приезжает Красноярская Выпускница Университета Вот Была В Мичуринске Мы Собрали Деньги Для того Чтобы Она Могла Поучиться Нас Показать Представить Вот 40 Обработок Делают Та же Как Витали Или Испании Я говорю Если На этих Яблонях Или там Грушах 40 Обработок Урожая Надо Собрать И куда-то Положить Но Оно Отравит Все Надо Еще Научиться Утилизировать 40 Обработок А вот Ваш рай Вот он Показываю Издаля Приближаю Никому Не нужен Так же Как Мой Мы С вами Два Этих Последних Еле Ходим Операция 100 Тысяч Вот Прошел Завода Дайте Хоть Несколько Тысяч Ветерану Дайте Несколько Тысяч Кавалер Ордена Славы Это Это Показываю Не Вам Это Мне Показываю Сейчас Это Модно Да Так Мы Там Закрыли Я Там Работать Буду Все Давайте Так Мы На этом Закончили Я Книгу Я Подарил Я С Вами Рассчитался Вы Мне Книгу Я Книгу Да Но Меня Надо Поздравить Поздравляю У меня Сын Закончил Институт Получил Диплом А профессия Строитель Метаур Кто он Строитель Вот правильно Инженер Строитель А кто будет Садоводство Поднимать Я тоже Инженер Строитель Вы знаете Уровень Ваш Это Преподавание Не просто В академии А преподавание Вы должны Учить Академиков Раз А ваш Сын Учитывая Сколько лет Он провел С вами С какого Возраста Он должен Сейчас Уже Хотя бы В Красноярске В Москве Где нибудь Это самое Лучше бы Конечно Испытателем Но Обидно Все Больше нет Слух За нас У меня в семье Теперь Всем Диплом О высшем Образовании Да Она Понятно Только вот Работаем Работаем Вот так Сейчас Ругаться Будет Я считаю Это самое У меня Все нормально Это самое Проехал Да Это Семь детей Вырастил Это Пять Садов Хороших Это Сами Это Свои Личные Гибриды Вот Именно Личные А когда Они станут Под достоянием Всей страны Так что Я могу Спокойно Уехать У нас Страна 90% Это Вторая И в основном Третья климатическая Зона Вот Вы живете На краю Третьей климатической Зоны Вся Россия Должна Покрыться Вашими Черешнями В первую очередь Черешнями Вкуснее Нет на свете Ну все На этом Заканчиваем Значит Попробую Сюда Пойти Прислать Ну как Получится Говорю Уже Уже И сам Не верю Тому Что Говорю Что Приведит К вам Но Но Расшибусь Не первый раз Видишь Это самое Нет Нет Что-нибудь Новенькое Да конечно Я сегодня Черную черешню Увидел Вишню Попробовал Вишню Улучшенную Увидел Ну вот Все У меня Я сейчас Материться Начну У меня нет Слов Спасибо вам За этот разговор За то Что Здоровья Хватило Со мной Нудным Провести Время Я же Четыре штуки Две В Красноярск Отвез На черешню Привитые Одну Володе Одну Мимо Проезжали И одну Оставил себе Леша Это на всю Страну Все Борис Я это Надо на такой Высокой ноте Закончить разговор Так что Спасибо вам За гостеприимство Работаем Даже чай Попить некогда Навариваемся В своем соку Нигде Нету Леша Возмущается Дети Приезжают Возмущаются Вот Я говорю А что вам Вот Ничто Не забирает Спасибо Спасибо Анатом Здорово Спасибо Спасибо Продолжение следует...